Радио Болтком Утро на Болткоме Тем не менее, вот эта романтика далеких путешествий, несмотря на то, что живем мы, в общем-то, относительно маленькой Латвии, присутствует в нашей жизни, и сейчас вот мы поговорим И присутствует в нашей студии Да, что самое главное Далекий Шпицберген, который кажется какой-то совершенно землей, вот из книжек, уж я не знаю, там действительно романтиков российской литературы, тем не менее, доступен нашим латвийским исследователям И в нашей студии как раз-таки вот один из таких путешественников Полярный исследователь Юрий Ешкин, который только что вернулся в составе экспедиции латвийских геологов из Свальбарда, собственно, Шпицберген, если я правильно понимаю, и входит в этот весь Свальбард, холодный край в переводе на русский язык Так, чем там занимались латвийские ученые, что туда потянуло, что оттуда привезли, а что изучали и за запахом тайги Юрий, доброе утро Доброе утро С возвращением, прежде всего Спасибо большое Успели согреться? Сколько? День-два? Как вернулись? Мы вернулись в пятницу, согреться, в принципе, пока что не успели, потому что температура нас здесь ждала не особо летняя Но мы включили бабье лето Она все равно была выше, чем на Шпицбергене Ну, учитывая, что там средняя температура июля плюс 6, да, в общем-то А сколько было, вот когда вы были там? Ну, по утрам у нас было до минус 5 градусов Вот оно Арктическое лето А мы еще жалуемся на погоду Но, тем не менее, да, что вас туда потянуло? Что за исследования? Почему именно латвийской экспедиции было интересно забраться так далеко, высоко в такие холода? Вы знаете, это наша экспедиция уже по счету, если я не ошибаюсь, восьмая Да, восемь лет мы занимаемся исследованием ледников И Свальбард — это далеко не самая далекая точка, в которой мы уже бывали Экспедиция на Свальбарде, она интересна тем, что на Свальбарде очень интересные ледники Там в основном преобладают политермальные ледники В таких ледниках температура льда, она различна И там даже встречается на глубине лед, который, по сути дела, уже находится на грани таяния И нас как раз-таки интересуют такие ледники, потому что они по-особенному реагируют на изменения климата на нашей планете То есть ваши исследования были прежде всего связаны с изменениями климата, отслеживать эти перемены Или вы также занимались, может быть, исследованием тех тайн прошлого, которые ледники законсервировали на миллионы лет? В основном мы в этой экспедиции занимались тем, что мы хотели сравнить наши результаты с тем, что мы получили на тех же самых ледниках два года назад И заодно просмотреть эту динамику, посмотреть, насколько сильно ледник изменился за это время Казалось бы, два года может быть не такой большой срок, но на самом деле ледники очень быстро меняются, особенно сейчас в наше время Ну и как вы правильно заметили, и в геологии это, наверное, основной принцип, что прошлое – это ключ к загадкам будущего И мы, собственно, смотрим как раз-таки текущие процессы, чтобы разгадать, как и загадки, спрятанные в нашей стране Потому что, как всем известно, почти весь рельеф в Латвии был создан как раз-таки после ледникового периода Поэтому мы можем наблюдать те самые процессы, которые происходили здесь, скажем, 15 тысяч лет назад Но вот прямо на месте, там, где они происходят сегодня Очень интересно, действительно Но насколько ваша экспедиция являлась… Почему латвийские геологи участвуют в этих изысканиях? Это международные какие-то проекты? Контактируете ли вы со своими коллегами из других стран? И насколько вот эти исследования проводятся именно как международные? Ну, когда все это начиналось, это все, конечно, было на своих собственных основах Просто было очень интересно изучать ледники И поэтому мы, как команда, собирались первые экспедиции в Исландию И там проводили исследования Сейчас, конечно, это все более на международном уровне Конкретно в этой экспедиции мы сотрудничали вместе с исследователями из Польши У которых находится станция на Свалборде Например, в экспедиции в Антарктиду Мы также сотрудничали с исследователями из Украины И гостили на станции Вернадского Ну и как же изменился ледник в итоге за два года? Вы его узнали? Мы его узнали Но, если честно, многие места мы узнали с трудом Потому что наши данные мы, конечно, будем еще только обрабатывать Мы не можем сказать точные цифры именно по нашим данным Но коллеги из Польши, которые проводят каждый год мониторинг на этих ледниках Они заметили, что, по крайней мере, даже за прошлое лето Во многих местах ледник стал меньше на три метра в высоту То есть это можно представить, какая огромная масса льда В принципе, за один сезон может уйти Но она ушла, она откололась или она растаяла? То есть, соответственно, поднялся уровень Мирового океана То есть речь идет о глобальном потеплении и таянии ледников Да, конечно, она растаяла, потому что эти ледники полностью находятся на суше У них нет никакой части, которая выходила бы сразу же прямиком в море Поэтому вся эта вода, естественно, она растаяла И прошлое лето, в принципе, было таким аномальным на Свалбарде Была зафиксирована самая высокая температура за все время наблюдений Которые, опять же, благодаря этому и ледники так сильно изменились Куда дальше уходят ваши данные? Они присоединяются к каким-то данным других ученых? То есть, как дальше будет использоваться эта информация? И кто будет принимать, может быть, решения на основе этой информации? Конечно же, наши данные, мы на основе их пишем научные статьи Которые дальше могут быть использованы и другими учеными Которые исследуют как и этот регион, так и глациологию в принципе На основе этих данных можно будет корректировать модели Поведения этих ледников в будущем Чтобы можно было бы прогнозировать разные процессы, которые происходят в Арктике В целом, как вы можете описать происходящее конкретно с ледниками и в целом на планете? И чем это грозит в ближайшем, обозримом или не столь близком будущем? То есть, есть люди, которые вообще отрицают, говорят, что глобальное потепление – это выдумка В прямом смысле очевидец, да? Ну, конечно, на всех ледниках, где мы были, мы видели, что ледники стремительно тают Это, опять же, дает некоторые осложнения и нам, потому что нам трудно планировать экспедиции Например, в прошлой экспедиции в Исландию мы запланировали определенный объем работ на леднике Когда приехали на место, то поняли, что ледника там уже, в принципе, почти нет Потому что он очень быстро растаял, и просто спутниковые снимки, они не успели прийти более свежими И ледник в том месте был меньше метров на 50, чем мы планировали Ничего себе! 50 метров! Да, это, в принципе, даже не рекорд 50 метров – это довольно-таки нормальная величина Особенно для ледников, которые быстро меняются и быстро движутся Так что такие вещи, да, они очень быстро меняются То, что мы видим, мы стараемся фиксировать и как-то передавать эти данные дальше Чтобы можно было более четко планировать динамику этих процессов Я прошу прощения за такой профанный вопрос, Юрий Но куда вся эта вода девается на самом деле? Ну, вот ледник расставил там 3 метра, 50 метров, любую числительную можно назвать В чем это выражается? Затоплений, слава богу, еще никаких нет Никакие города под воду не уходят Там, не знаю, ни на севере, ни на юге, ни та же самая Венеция Венеция, там, 3 миллиметра в год растет уровень воды Ну, часть воды, она, конечно же, уходит обратно в атмосферу Из-за того, что она просто выпадывается А большая часть, конечно же, она уходит обратно в океан Но, учитывая, что этот процесс, он, в принципе, циклический Вода уходит в океан Потом она, опять же, выпадывается, переходит в атмосферу Где-то даже в тех же самых регионах Она выпадает в виде осадков, снова оказывается на леднике И снова замерзает И таким образом цикл повторяется потом после Единственное, только что сейчас мы видим Какой-то дисбаланс в этом цикле Потому что больше воды тает и меньше образуется новый на леднике Есть так называемые наледи Они обычно образуются впереди ледника Это лед, который появляется за один сезон И в этом году коллеги из Польши сказали, что на наших ледниках наледей не было И они первый раз видят что-либо такое, чтобы наледей не было вообще А о чем свидетельствует, что не образуются новые ледники? Как раз таки о том, что нету достаточных условий для того, чтобы образовываться новому льду То есть недостаточно холодно? В принципе, довольно высокая Да, зимы довольно сухие Потому что большая часть осадков выпадает как раз таки летом Опять же, в том же Свалбарде сейчас очень-очень много осадков летом И это, опять же, способствует тому, что ледники тают гораздо быстрее 6-7-212-93-9 Готовы принимать ваши вопросы Здравствуйте Доброе утро А вот несколько лет назад писали, что на Шпицберге не очень много мусора Бочки из-под горючего, остатки машин и еще что-то такое Скажите, а вот эта грязь, она влияет на состав ледников? И если влияет, то когда они тают, то это же все в океан идет Спасибо Спасибо за вопрос Тема мусора, на самом деле, на Шпицбергене, она довольно актуальна На данный момент проводится очень много работ, чтобы убрать старые станции, которые больше не действуют И весь мусор, который остается возле них На состав ледников этот мусор не влияет Он скорее будет влиять на качество воды, которая протекает рядом с этими станциями Но могу вас уверить, что на общемировой фон это не особо сильно влияет И весь этот мусор, он в принципе довольно-таки оперативно вывозится Опять же, мы были свидетелями, как происходит этот процесс на станции, на которой мы были И там приходит специальный корабль, который вывозит весь этот мусор Часть мусора, она даже не остается на спалбарде, а перевозится дальше на переработку Так что этим вопросом тоже очень серьезно занимается А что касается чистоты самого льда Ну вот цикличность воды выпаривается, потом выпадает осадками Как-то цвет меняется? Нет, вы знаете, мы пьем воду прямо с редника То есть мы не фильтруем ничего, вот где речка течет Мы берем, зачерпываем и пьем Она очень чистая вода, единственное, только в ней нет никаких солей Поэтому пить хочется все время А ведь когда-то, по-моему, даже был такой сервис, что предлагали за какие-то безумные деньги Вот именно из вода, из ледников Там где-то доставляли, считалось безумным дефицитом и стоило безумных денег Кстати, про деньги Вот кто финансирует такого рода экспедиции? Это латвийское государство или, может быть, какие-то международные фонды? То есть кто... Потому что понятно, что это достаточно денежно-затратное все-таки мероприятие Конкретно эта экспедиция была финансирована с помощью Латвии с Зинот Наспадовыма Это часть от Латвийской академии наук И каждый год они проводят конкурс, где можно участвовать со своими проектами Если проект окажется интересным и соответствующим уровню То он может получить финансирование Но, конечно же, можно получить еще финансирование и из других источников То есть часть мы еще получаем от факультета Ну и часть денег, конечно, приходится вкладывать и так же самим Потому что все равно этого недостаточно А я как раз хотел спросить, много ли зарабатывают участники такого рода экспедиции И вообще, что нужно для того, чтобы... Какое образование? Может быть, кто-то сейчас нас слышит И хотел бы... Ну вот... А что? Вот возьму рюкзак за плечи и отправлюсь на Шпицберг Покорять ледник, да Ну, в принципе, можно ли присоединиться к вашей экспедиции? Кого вы ищете? Какие, скажем, вакансии есть в такого рода мероприятиях? Вы знаете, в принципе, я бы сказал, что участвовать в наших экспедициях Может практически любой желающий, да Я сам в первой экспедиции был, будучи еще студентом магистратуры Поэтому достаточно только поступить на наш факультет Высказать определенный интерес и навыки И тогда вполне можно принять участие в одной из наших экспедиций То есть уровень наших сотрудников, которые участвуют Он начинается от студентов, да И даже студенты-бакалавры, они участвуют потом в обработке данных И пишут свои научные работы на основе тех данных, которые мы привозим Но и также очень хорошие профессора с большим уже багажом знаний Они непосредственно организуют эти экспедиции И далее участвуют в научной работе Так достаточно забавно прозвучало Вступление было многообещающим Участвовать в наших экспедициях может практически любой Многоточие, геолог Юрий, что дальше? Какое направление? Когда, куда вас опять занесет? Следующая экспедиция у нас планируется в следующем году в Гренландии В Гренландии мы уже были один раз И были достаточно успешно Поэтому мы очень хотим туда вернуться А далее мы планируем, что пора бы снова вернуться в Антарктиду И проверить наши ледники, которые мы изучали 3-4 года назад И посмотреть, какая динамика там Чем занимаются геологи от экспедиции до экспедиции? Личной жизнью сейчас скажете В основном, наверное, планированием новой экспедиции Но также у нас очень много проектов и в Латвии Которые не касаются ледников Это разные темы Опять же, это геоморфология То есть это изучение того рельефа, который у нас здесь есть В плане и добычи полезных ископаемых Также мы проводим много исследований в геофизике На данный момент у нас есть активные проекты По изучению загрязнения почвы И мы изучаем разные оставшиеся территории от заводов Либо пруды с гудроном, чтобы понять, какое влияние на обижающую среду они производят Так что у нас довольно много еще проектов и здесь Учитывая перечисленную работу, конечно, хватает Языки, на которых вы общаетесь, я понимаю, внутри группы И, может быть, когда вы говорили о том, что есть станции польские, есть станции украинские И вот как происходит это общение И вообще, ну то есть как Вот стоит станция, вы подходите Тук-тук-тук, здравствуйте Здравствуйте, коллеги Коллеги, мы к вам тут зашли на огонек Или каким образом происходит вот это сотрудничество между разными коллективами? Внутри коллектива мы, конечно же, общаемся на алтарьском языке А с коллегами из других стран здесь было по-разному С поляками мы общались и на английском, и чуть-чуть на польском даже На станции в Антарктиде общение тоже было на разных языках То есть, в принципе, любой научный сотрудник другого поймет и слов Оно и так будет понятно Ну, видимо, на этом нам пора поставить точку Потому что время эфира истекает Огромное спасибо, Юрий, за рассказ Мы говорили о полярной экспедиции Из которой только что вернулась группа латвийских геологов, ученых Со свальбарда, архипелаг, в который входит Шпицберген Очень холодно и очень интересно и очень познавательно Спасибо еще раз, Юрий, хорошего дня До свидания У нас после паузы снова культурный гость Как заведено каждое утро И снова мы поговорим о фильмах в рамках фестиваля Арт-дог-фест Будет очень интересно и действительно у нас гость С фильмом «Гаражане» Про людей Гараж Именно «Гаражане» От слова «гаражи» Люди, которые проводят очень много времени в гаражах Усссrem» Субтитры создавал DimaTorzok